Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на канале КСК Звездный. Меня зовут Алиса Олейник. И сегодня мы покажем вам нашу конкурную тренировку, подготовку к соревнованиям. Со мной сегодня Катина Виктория и Покахонтас. Пока Вика разминается, хотела сказать, что с Викой вы уже знакомы. Было пару выпусков на нашем канале. И с того момента, как Вика последний раз появилась на канале, она уже поднабралась опыта, была участником и призером многих соревнований до 80 сантиметров. И сейчас мы готовимся уже к следующим соревнованиям и надеемся поехать уже выше, чем раньше. Сейчас Вика тренируется на Покахонтас. Это частная лошадь одного из постояльцев нашего клуба. Она орловский рысак. И несмотря на то, что кобыла довольно молодая, ей 8 лет, она уже показывает очень хорошие результаты и сотрудничает с Викой, с удовольствием выступает с ней на соревнованиях. Ну что, поехали? Поехали направо в угол на Чухонец. Расправь, пожалуйста, плечи. Да, и старайся локоточки не отдавать от себя, не выпрямляй руки. Ровный голубь, не торопи ее. Хорошо, молодец! Давай, переход в шаг, я немножечко подниму. Давай еще раз. Все так же. Опять сразу себя расправь. Ноги, ноги больше. Ты пытаешься голосом подсказать, а сама при этом уже идешь чуть вперед корпусом, а ногой не подсказываешь. Она бы ответила, только чуть ярче добавь ноги, если хочешь чуть раньше ее снять, но лучше как бы заранее задай чуть более активный голубь, чтобы она сама предлагала тебе движение вперед, и тебе не приходилось ее досылать сильно на барьер. И хочется сказать, что сейчас наша основная задача – это ровный темп движения по маршруту и научиться идти в прыжок вместе с лошадью. То есть не подавать в корпус раньше, а прыгать именно вместе с лошадью. Еще разочек, пожалуйста. Так же. И опять себя расправь. Вот здесь чуть-чуть толкни вперед, а потом вот сиди сзади и в руку. Вот сейчас не торопи, уже ближе к барьеру, если надо, дожмешь. Хорошо, ты даже лишнего, мне кажется, дожала, потому что, видишь, как она близко подошла, и прыжок был такой немножечко вскользь туда. То есть довольно близко получилось, и ей пришлось убрать передние ноги под себя. Так что чуть-чуть больше поводом поддерживай. Если близко подходишь, корпусом вперед не падай. Все, сиди в руку. Нет-нет-нет, себя назад, себя назад. Себя назад. Видимо, тень опять смутила, но сиди сзади и прям увереннее ногой. Вот правильно, чуть пни и поехали еще раз. С той стороны перед барьером лежит тень от солнца, и это, видимо, немного смутило. Лошадь. В этой ситуации не нужно тушеваться, нужно просто продолжать двигать ее вперед. Четко держи поводом, не разгоняй, просто четко под ногой. Сама прям сзади. Два повода. Спокойненько, спокойненько. Сама сзади. Хорошо погладь. Молодец, молодец. Видишь, она, значит, она точно на тень. Вот в таких ситуациях прям вот четко ее туда. Тут прыгать, ну, не так уж прям высоко. Ездой налево на Оксер. Там один раз можешь между барьерами зайти, потом можешь до барьеров. Чуть-чуть раньше опять вот туда поводом ее сбрасываешь. Даже если посылаешь раньше, не делай вот этого движения рукой вперед резко, потому что так она может... Ну, то есть она сейчас поняла, что ты хочешь, но она может просто появиться разногласие, и ты опять перетемпит там или, ну... И старайся в повороте больше продвигаться голопом, а уже перед барьером, да, связываться с ней. Выходишь напрямую и связалась, как бы в два повода едешь. Сегодня сильно прикладывается в руку, да, тогда чуть нажала, расслабила, нажала, расслабила, чуть как бы можешь ее сбивать с этого ритма, да, сбивать с руки. Но только делай это, если что, где-то в проездах, в повороте, когда на барьер выезжаешь, уже старайся просто спокойно руку держать. Еще разочек поехали. Вот здесь уже, да, и прислониться к поводу. Сама сзади. Хорошо, ничего. Постарайся чуть-чуть спокойнее по корпусу, да, не резко на нее ложись, а спокойно раз пристала и обратно вернулась. Давай еще раз Оксир и связку тогда поедем. Опять вот себя больше расправь и локоточки согни. И уже не прибавляй. Вот как идешь, так и иди. Сама сзади. Молодец, очень хорошо. Немножко опять, я бы сказала, рисковато по корпусу, ты прям так вместе с ней туда, как будто за нее прыгаешь. Но прыжок хороший, да, и голуб хороший, молодец. Давай тогда с тобой, наверное, связочку. Сейчас прошагни буквально чуть-чуть, и мы с тобой поедем в маршрутик. Пока же шагаешь, давай расскажу наш маршрут. Давай проезд с Оксиром по прямой. Оксир. Туда чухонец. Из угла чухонец, отдельно только просто чухонец. И тот Оксир и чухонец на выход по дуге. Все, значит, прямая Оксир-чухонец, из угла чухонец и дальний Оксир чухонец по дуге оранжевой. Все, если готово, давай поехали. Вот здесь, если надо, чуть рукой взяла, а потом уже спокойная рука. Ага, смотри, сиди сзади. Нога, 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 чуть-чуть не хватило движения. Чуть ноги не хватило. Себя опять в порядочек и поехали дальше. Сама сзади. Хорошо, все. И приводи в порядок, приводи, чуть построже возьми. У тебя дальше Оксир, пока есть место, приводи в порядок. Не бросай рукой. Вот это получше, да? То есть не должно быть резкого сбрасывания с руки. Тогда у тебя хорошие прыжки получаются. Сейчас я пересчитаю дистанцию. Там стоит на 5 голопов, но для этой высоты тебе, видимо, чуть-чуть широковато. Поэтому своя задача, во-первых, чуть поспокойнее здесь. И лучше последний темп пусть она отобьет. Тут очень прям, ну, темп хороший, активный, но для такой высоты вещь тут ни туда, ни сюда получается. Очень все неплохо, хороший голоп. Где-то хочется чуть-чуть поспокойнее, да? То есть ты сразу после прыжка, вот ты подходишь к препятствию, все хорошо. После прыжка сразу подсаживайся, сразу в порядок. Надо чуть построже рукой и потом спокойная рука. То есть в поворотах ты можешь приводить ее в порядок. Выезжая на барьер, ты уже составишь руку и стараешься уже спокойно идти, чтобы тебе посмотреть на барьер, ей посмотреть, и вам приехать четко к барьеру. Расправь плечики. Вот такой голоп держи. И вперед немножко, а теперь спокойно. Хорошо. Ничего страшного, сама сзади, сама сзади, пусть сама в ногах разбирается. Рука, рука, не сбрасывай опять. Держи повод до конца. Сядь, сядь, расправь себя. Будет проще, если ты себя назад уберешь. Все, не торопись, спокойно. Повод, повод. Вот здесь хорошо, молодец. Смотри, в основном сейчас очень хорошо, хороший голоп. Тебе нужно, опять же, больше себя после прыжка приводить в порядок, убирать назад, расправлять плечи. И вот палка была только потому подошла хорошо. Но голоп активный, она подошла чуть-чуть близковато. И вот если бы ты рукой чуть поддержала, ты пошла бы вместе с ней спокойно корпусом, она бы не сбила. А так как ты резко очень повод ей отдала, она вот и вынесла как бы жертва. Тогда мы сейчас просто отдельно оксир повторим и закончим. Потому что там проезд хорошо, хочется поспокойнее сам корпус во время прыжка. Но это, мы над этим работаем, так что ничего страшного. Давай тогда отдельно только вот этот оксир поставь просто на ровный голоп. И постарайся, не важно, как она подойдет, с поводом. Сама спокойно по корпусу и поводом поддержи ее. Активно это же неплохо, зато толкать вперед не надо. Вот здесь чуть-чуть толкнула, а на барьер уже спокойно. Это лучше. Давай закончим. Но хочется еще чуть-чуть тебя убрать назад перед барьером, посадить поровнее. И хочется, чтобы рукой все равно ты как-то вот спокойнее просиживала. То есть все хорошо, ты молодец. Сейчас хороший подход, прыжок сам по себе очень неплохой. Но вот не хватает немножечко вот этого стабильного корпуса, чтобы ты вот ровно перед прыжком сидела и туда в прыжок спокойно шла вместе с поводом. Чуть-чуть у тебя вот еще есть вот это вот движение вперед. Сегодня мы показали вам, как готовимся к соревнованиям. У нас была небольшая разминка. Мы отпрыгали маршрут, поработали над ошибками. И я считаю, у Вики довольно хороший прогресс за последнее время. Так что, надеюсь, будут хорошие результаты на соревнованиях. А мы всегда рады видеть вас на нашем канале. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте ваши вопросы. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok